Добрый день, коллеги! Сегодня мы планируем выполнять базовую настройку коммутатора CISCO. Хочется сразу отметить, что базовая настройка одинакова абсолютно для всех устройств CISCO, будь то коммутатор, маршрутизатор, IP-телефон, либо точка доступа. Первое, о чем хотелось бы сказать, это об устройстве коммутатора и том, как он действует. Коммутатор — это сетевое устройство, которое объединяет оконечные устройства в локальную сеть. Оконечными устройствами в данном случае выступают персональные компьютеры, ноуты и, например, принтеры. На сетевых устройствах, как и на компах, есть операционная система. В данном случае это сетевая операционная система Cisco IOS. У нее есть одна особенность. Для повышения производительности устройства она из флеш-памяти выгружается в ОЗУ. Но есть один нюанс. Так как ОЗУ — это энергозависимая память, то если вы не сохраните настройки, то они попросту слетят. Поэтому всегда-всегда сохраняйте настройки, которые вы совершили. К этому мы вернемся позже, конкретно при настройке. Теперь поговорим о способах подключения к коммутатору. Их есть несколько. Либо через консоль, то есть по внеполосному доступу в обход всех проводных подключений, либо удаленно через LNET или SSH через виртуальный интерфейс. Начнем с консольного соединения. Для этого нам понадобится консольный кабель. Как он выглядит? Вот такой вот голубенький кабель. На одной стороне у него банальный RG45, и мы будем подключаться к самому коммутатору. На второй стороне это DB9, и мы будем подключаться к компу. Если у вас в компе нет вот такого вот входа, это не проблема. Есть специальные переходники, вот как вот этот вот, то есть с DB9 на USB. Собственно, этим USB мы и будем подключаться к компу. Если у вас Linux никаких проблем не возникнет, если у вас Windows, иногда приходится поискать дрова вот под этот переходник. Преимущество использования консоли в том, что даже если у вас вообще нет никаких настроек, с консольным кабелем вы сможете все с нуля настроить. Следующий способ подключения к коммутатору это удаленное подключение через LNET. Довольно удобная штука, так как вы можете с любого компа подключиться на ваш коммутатор и зайти в командную строку. Но есть один нюанс. Там уже должны быть настроены виртуальный интерфейс, в нашем случае это в LAN-1 по умолчанию. Там на нем должны быть настроен IP-адрес, маска под сети и на самом коммутаторе должен быть настроен шлюз по умолчанию. Ну еще один важный момент, что коммутатор уже должен быть подключен к маршрутизатору для того, чтобы трафик мог выходить в сеть и вы могли зайти на свой коммутатор. Следующий вид подключения это подключение через SSH. По сути то же самое, что это LNET, но с одним нюансом. Все пароли шифруются. Соответственно, этот протокол является более защищенным, поэтому лично мы рекомендуем использовать все-таки именно его. Для того, чтобы начать базовую настройку нашего коммутатора, нам нужно получить доступ к командной строке. Как это сделать? Для этого существуют специальные программы эмуляторы терминала. Для Windows это может быть PuTTY или гипертерминал. Для Linux это может быть Minicom. В нашем случае это будет Windows и мы будем использовать PuTTY. Ну что же, начнем настройку. Вот мы подключили наш коммутатор по консольному соединению. Также мы подключили его к стойке. Хотелось бы заметить, что идет во время загрузки. Он сначала делает PowerOnSelfTest, то есть пост, подгружает Bootstrap, после этого ищет образ Cisco EOS, загружает его. Ну и собственно мы можем уже работать. Итак, собственно, мы попали в командную строку. На устройствах Cisco существует несколько разных режимов конфигурации. Первый режим конфигурации это пользовательский режим, есть привилегированный режим, есть режим глобальной конфигурации и несколько режимов тонких настроек. Конкретно тот режим, в котором мы сейчас находимся, это пользовательский режим. Его еще называют режимом просмотра. С него можно пропинговать и ограниченно посмотреть некоторые моменты. Для того, чтобы попасть в следующий режим, а именно привилегированным, мы пропишем команду enable. Вот мы попали в привилегированный режим. Тут видно как раз switch и решетка. Знак решетки обозначает этот самый режим. Из данного режима можно прописать с помощью команды show то, что мы хотим посмотреть. Посмотреть тут уже можно абсолютно что угодно. Также из этого режима можно перезагрузить коммутатор, но нам это на данный момент не нужно. Это делается с помощью команды reload. Чтобы попасть в следующий режим, мы прописываем команду configure terminal. Тут мы уже попали в режим глобальной конфигурации. Этот режим, все, что вы в нем сделаете, будет влиять на коммутатор. То есть именно из этого режима мы будем изменять настройки. Первое, что мы можем сделать, это, например, задать имя нашему устройство с помощью команды hostname. Мы назовем наше устройство S1, но хотелось бы отметить, что название должно быть понятным, логичным и легко запоминающимся. То есть, если, например, у вас коммутатор находится на первом этаже, можете так его и назвать. svfloor1. Есть еще некоторые требования к названиям. Они могут состоять из цифр, из букв, но в них не могут содержаться пробелы. Если вы впишете название с пробелом, оно попросту не сохранится. Следующее, что хотелось бы сделать, это обезопасить все виды подключения, чтобы в консоли не было доступа посторонних людей. Как это можно сделать? Первым мы обезопасим переход к привилегированному режиму. Это можно сделать двумя способами. Есть команда enable password, далее вы выбираете определенный пароль, или enable secret. В чем их отличие? Если вы прописываете enable secret, то пароль будет зашифрован. Мы прописываем enable secret class. Этот пароль простой, мы его используем в своих лабораторных работах, но когда вы будете работать с реальным оборудованием, ставьте все-таки пароли посложнее, чтобы их никто не отгадал. То есть изменяйте регистр, используйте как символы, так буквы, так и цифры. Не используйте дату своего рождения, даты рождения своих близких, кличку вашей кошки, потому что ваши коллеги смогут это довольно-таки легко отгадать. Вот мы уже защитили вход, привилегированный режим. Соответственно, если кто-то попытается в него зайти, с него будет затребован пароль. В нашем случае это пароль класс. Далее, так как у нас консольное подсоединение, давайте его защитим тоже. Как это сделать? Мы входим в более тонкий режим настроек line консоль 0 и ставим на него пароль. В нашем случае это будет пароль Cisco. Далее, нам нужно запустить процесс аутентификации, прописываем команду login и выходим. Теперь в следующий раз, когда человек попытается подключиться по консольному соединению, ему будет выдано сообщение, что ему нужно ввести пароль. Далее, если мы захотим удаленно работать с нашим коммутатором, нам нужно защитить терминальное соединение. Давайте сделаем и это. По умолчанию на коммутаторах Cisco существует 16 линий VTI. Вот они расписаны от 0 до 15. Ставим опять-таки паспорт Cisco. Внедряем аутентификацию. И еще один важный момент. Для того, чтобы зашифровать все пароли, нужна такая функция, как service password encryption. Все, с защитой мы уже закончили. И есть еще такая штука, как баннерное сообщение. Для чего оно существует? Это сообщение о предупреждении о том, что не авторизированный пользователь не имеет права входить в систему. Это существует для судебных исков. Это очень распространено в США, в Европе. Поэтому мы тоже научимся это делать. Это делается с помощью команды баннер MoTD. И далее мы вписываем само сообщение. То есть только для авторизированного доступа. Оно начинается знаком диез и оно им заканчивается. Данный символ может быть какой угодно. Главное, чтобы эти символы в начале и в конце совпадали. Все, баннер настроен. Теперь, когда кто-то попытается зайти в систему, ему высветит это сообщение, что заходить сможет только авторизированный пользователь. Далее. Мы с вами говорили сегодня про Телнет, подключение по Телнету и подключение по СССР. Конкретно для подключения по Телнету нам нужно будет настроить виртуальный интерфейс. Что ж, давайте это сделаем. По умолчанию интерфейс называется VLAN1. Соответственно, вписываем команду интерфейс VLAN1. Как я уже говорила, нам на него нужно настроить IP-адрес. С помощью команды IP-адрес мы задаем ему адрес 192.168.29.43 и маску под сети 255.255.255.0. Также нам нужно запустить этот интерфейс с помощью команды NotionDum. Все, наш интерфейс запустился. Мы это можем увидеть. Далее мы выходим из режима интерфейса. Следующее, что нам нужно настроить, это адрес шлюза по умолчанию. Это делается с помощью команды IP-дефолт-гейтвей и, собственно, IP-адрес шлюза 192.168.29.1. Все, мы настроили наш интерфейс. Теперь мы имеем возможность удаленного доступа на данный коммутатор. И тот важный момент, о котором я говорила ранее, нам нужно сохранить наши настройки. Мы это делаем с помощью команды CopyRunningConfigStartupConfig. Оно запрашивает, правильное ли имя. Мы нажимаем ОК. У нас билдится конфигурация. Все, готово. Теперь давайте проверим возможность подключения коммутатора по Телнету. Открываем PuTTY. Выбираем Телнет. Вписываем тот IP-адрес, который мы назначили на наш виртуальный интерфейс коммутатора. 192.168.29.43. И подключаемся. Как видим, с нас требуется пароль. Вспоминаем, какой пароль мы ставили. Это был пароль ЦИСКО. И вот мы попали в пользовательский режим удаленно. Значит, все работает. Я вас поздравляю. Мы закончили базовую настройку коммутатора ЦИСКО. Сегодня мы выполнили базовую настройку коммутатора ЦИСКО. Приходите к нам на курсы. Тут вы узнаете о технологиях и их настройках на базе оборудования ЦИСКО. Ждем вас. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова